Продолжаем выпуск. Берег турецкий в копеечку влетит. Аналитики туристического рынка прогнозируют, ательеры поднимут цены. Не исключено, что отменят льготы, которые ввели в августе 2016 года после снятия запрета на чартерные рейсы. Впрочем, как показывают промежуточные итоги зимнего сезона, сибиряков не пугают ни цены, ни смены климата. Рассказывает Мария Черешнева. Из плюс 30 в минус 30 перепад почти в 70 градусов, пожалуй, единственный недостаток. Но и он не омрачил Арине Скоробогатовой поездку в Таиланд. Акклиматизацию, рассказывает, пережить несложно, зато путешественники вдоволь надышались морским воздухом, согрелись, привезли сотни фотографий, сувениры и, конечно, воспоминания. Зимой хочется плавать, купаться и не одевать на себя 10 тулупов. Хочется налегке как-то провести это время. И, конечно же, море. Сразу чувствуется морская вода. Прям нос начинает дышать. Кажется, что все сразу проходит. Прям вообще просто необыкновенно приятно. А вот обратно, когда мы приехали, была еще вьюга, просто первый вдох делаешь, и такое чувство, что ты, не знаю, иголки глотаешь. Подобные ощущения этой зимой испытали тысячи новосибирцев. Итоги именно новогодних каникул аналитики пока не подсчитали. Сделают это к концу зимнего турсезона. Но точно знают, самолеты в Юго-Восточную Азию улетали битком. Если посмотреть по структуре, то две трети выездного потока на курорты приходится на Таиланд. Это 64%. Каждый пятый турист, порядка 20%, летит во Вьетнам. И каждый восьмой летит в Санью. По прошлому году, что интересно, Таиланд посетила 1 миллион 346 тысяч россиян. Это на 30% больше, чем в 2016 году. В этом году Таиланд впервые уступил Китаю. Там дешевле. В целом же новосибирские туроператоры зафиксировали в прошлом году почти двукратный рост выездного турпотока. 400 тысяч туристов. Спрос на путевки к Южным морям восстановился после серьезного спада в 2015. Теперь аналитики прогнозируют, сибиряки охотно поедут и в Египет, когда возобновят чартеры, и в Турцию. Но она подорожает. Пока неизвестно, насколько. Эксперты рынка уверены, турецкие ательеры неизбежно поднимут цены. Турция, с учетом тех убытков, которые понесли во время отсутствия туристов, и плюс те льготные условия, которые были в 2017 году, есть ожидание, что стоимость проживания, все инфраструктурные экскурсии и так далее, все будет чуть разумно дороже, скажем так. Незначительные перемены ждут и внутренний туризм. В наступившем году из Новосибирска снова будут прямые рейсы в Грузию и Киргизию. Сочинское направление стало популярнее. Там расцветает туризм событийный. Билеты берут круглый год. Зато сибиряки охладели Крыму. Спрос упал на 20%. Мария Черешнева, Александр Ведерников, Новости ОТС.